Восьмая энергия судьбы Восьмерочка это энергия справедливости В плюсе восьмерки это люди, которые четко чувствуют, понимают, осознают несправедливость этого мира и борются за справедливость В минусе это люди, которые четко чувствуют несправедливость этого мира, осознают эту несправедливость и борются за эту справедливость Итого, плюс и минус восьмерки одинаковы Что в плюсе, что в минусе, восьмерка абсолютно одинакова Открою вам маленький секрет Мы живем в эпоху Кали-Юги, эпоху смешения добра и зла Поэтому каждый в эту эпоху считает себя правым и справедливым Из-за этого происходят войны Заметьте, нигде в мире нет министерства нападения Везде есть только министерство обороны Люди обороняются, люди защищаются, ну как они думают, против других людей И тем не менее идут войны Поэтому основная, самая главная задача по восьмерке Это понять, что мир справедлив в своей несправедливости и отказаться от борьбы за справедливость Очень сложная, друзья, задача, потому что восьмерки очень много тратят энергии для того, чтобы доказать свою справедливость Они, как назло, притягивают в свою жизнь ситуации, где таксисты им попадаются наглые Официанты плохо обслуживают Парикмахеры плохо выполняют свою работу И чем больше вы, восьмерочки, будете возмущаться несправедливостью Тем сложнее будут посылаться вам ситуации Все тяжелее и тяжелее Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это остановиться и сказать Все, стоп, я знаю, что сейчас это несправедливо, но я не буду возмущаться На самом деле это происходит, потому что вы не понимаете законов Вселенной, кармических законов Не понимаете, почему эти люди приходят в вашу жизнь Конечно же, в плюсе восьмерки очень ответственные С ними можно иметь дело, они исполнительные Они всегда держат свое обещание и стараются справедливо поступать с другими людьми Но очень часто попадают в ловушку, когда тратят свою энергию на вот это выяснение отношений На доказывание своей справедливости Учите законы Вселенной Познавайте законы кармы И тогда вы, восьмерочки, найдете ответы на вопросы Почему это происходит со мной и для чего? Восьмерка изображается в виде знака бесконечности Поэтому в минусе это бесконечная борьба за справедливость В плюсе это осознание, что мир бесконечно справедлив Я вам напоминаю, дорогие друзья, если вы хотите получить расширенные значения арканов, энергии, кармических задач Как их трансформировать из минусов в плюс, а также получить все дополнительные просчеты по матрице судьбы Вы можете приобрести нашу книгу «Тайна твоего предназначения» Эта информация везде есть, здесь на наших страничках Тут есть также исцеляющие молитвы на каждую энергию Тут есть просчеты совместимости с каждым человеком Просчет таблиц здоровья И много-много еще чего интересного Для того, чтобы приобрести книгу, вы можете обратиться к нашему администратору Ниже под роликом вы увидите ее контакты, телефон, имейл А для стран СНГ и России также можете пройти по ссылочке на сайт И вам доставят книгу лично в руки наше издательство Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!